Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Не так давно, несколько дней назад, на прошлой неделе, по-моему, я показывала вам такой небольшой видеоролик, где рассказывала, как понять, что растению требуется перевалка в большую тару, тару с большим объемом грунта. Я говорила, что вытащите стаканчик осторожно, увидите, что весь объем, видите, заполнен у меня корнями. Это значит, ему требуется перевалка в другой стакан. И вот вчера, сегодня я делаю перевалку вот из таких 200-граммовых в 500-граммовые стаканы. Но я понимаю, что не из всякой тары можно его вытащить, иногда растут они в лотках или в чем-то, где неудобно. Вот эти стаканы, конечно, удобны тем, что раз их вытащил. Я хочу вам сказать еще один, показать еще один признак. Иногда даже не надо вытаскивать его, если стакан, например, белый, его и так видно. Но можно без вытаскивания растения нам сами кричат. Вот я сейчас делаю перевалку, и мои растения мне уже кричат, что им нужен объем больший. Вот смотрите, если вы посмотрите на стволиках, видите, у них уже усиленно начали образовываться дополнительные воздушные корни. То есть растение нам показывает, что оно готово, ну для того, чтобы, оно готово увеличить размер корневой своей системы, потому что размер надземной части зеленой уже стал великоват, а вот эта вот корневая система для такого размера мала. Для того, чтобы ей разрастись, ей нужна земля. Вот смотрите, и на этом стволике, и на этом стволике. Мы сейчас дальше пройдем. Если мы по нижней части растений пробежимся, то видим, что все они просят. Они не просят, они требуют. Дайте нам земли. Вот в том случае, кто не переваливает, они в этих случаях делают досыпку грунта. Видите, как высоко идут эти корни? Идут, идут, идут. Вот еще даже попырышки. Можно смело до первого настоящего листа вот так закрывать. Моментально начнется рост вот этих корней дополнительных. Корневая система будет увеличиваться. Это ему нужно. Вот видите, о своих потребностях растения кричат нам сами. Вот моя рассада кричит, дайте нам земли. Ну сколько можно ждать, сколько можно сидеть в этом детском горшке? Им хочется уже по-взрослому разрастись. Но я, видите, я вам объясняла, зачем я торможу. Потому что у нас посев этот ранний, а высаживать в теплицу рано у меня нет возможности. Поэтому я их немного-немного как бы сдерживаю. И когда мне говорят, зачем сеять рано, потом их тормозить, ну неужели непонятно. Все мы делаем это для получения раннего урожая. У нас в сибирском регионе нет условий, как в теплых регионах, рано высадить. Некоторые не могут высадить даже в мае. Я в прошлом году высаживала в конце апреля. И вот сейчас эти растения я как раз готовлю к концу апреля. Сейчас делаю перевалку, они немножко еще подрастут. Но мне нужно, чтобы дома у меня плодоношение не началось. А только сразу после высадки в грунт. Вот это я, конечно, для тех начинающих показываю, опытные все это знают. Вот эти воздушные курни, как образуются надо. Или подокучивать, или подсыпать грунт, или переваливать в горшок большего объема. Все это мы знаем хотя бы 3-4 года, если вы поворачиваете томаты. Конечно, вы все это будете знать и видеть. Но те, кто первый год, второй год выращивает, я вам говорю, что иногда растения нам сами кричат. Вот, пересадите нас. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот такие маленькие нюансы, вот такие, вот казалось бы, мелочи. Но от которых зависит полностью потом весь наш итог. Там не доглядели, там просмотрели, там не сделали так, как растение вас попросило. И в результате получается немного не так, как мы планируем. А если вы все это будете знать, все это будете видеть, станете таким огородным массов, и тогда большой урожай будет без труда. Все.